Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу начать в общем-то серию несколько необычных роликов посвященных технике Apple. Знаете с какой точки зрения? Ну в общем-то про новые устройства говорим мы постоянно, так или иначе. Все знают, что есть такие штуки как iPhone, iPad, MacBook и так далее. Но я очень часто сталкиваюсь с тем, что меня люди обвиняют читателей статей в том, что мол я везде пиарю эту технику, везде про нее говорю. При этом получается так, что совершенно незаслуженно. Я перешел на Apple в 2007 году, о чем нисколько не жалею. Я пользуюсь иногда Windows, но получается это с трудом. И отвечать в статьях на какие-то вопросы довольно сложно, потому что лучше один раз показать какие-то вещи и может быть потом ссылаться на такие вот видео. Я не знаю, как это можно назвать. Вряд ли это что-то обучающее, вряд ли это что-то информационно полезное для тех, кто пользуется macOS и так, но я думаю в любом случае будет полезно. Для кого-либо и для тех, кто задумывается о том, перейти или на, скажем, или купить ли хотя бы ноутбук Apple или все-таки выбрать Windows. Ну вот смотрите, вот операционная система. У нас тут, соответственно, запущено сейчас много-много окон. И вы могли сейчас увидеть, что я очень необычным образом перешел к рабочему столу. Просто вот есть, соответственно, курсор. Вы можете увидеть, он сейчас находится на папке JustMobile. Я его сдвинул вот сюда вот в угол. Вот у меня открылись, соответственно, окно программы, в которой я находился. Или я перешел вот сюда в угол. Здесь открылись окна всех программ. Я могу быстро выбрать Page, либо перейти к Finder, либо запустить Opera, либо Chrome, либо Mail, либо iPhoto. Или же вот я перешел сюда. И у меня получилось, что открылось, ну вот активное окно программы. Например, если это будет Page, то я увижу сейчас миниатюры всех окон этой программы, все документы, какие у меня сейчас все запущены. И могу выбрать быстро там какой-то и перейти к нему. Или же могу открыть окно с виджетами, где есть калькулятор, погода, часы, календарь. Плюс можно добавить там какие-то еще. При желании виджеты. С этим нет никаких проблем. Как это сделать? Эта технология, или вернее, эта опция называется у Apple «Активные углы». И в настройках вы можете задать вот здесь вот активные углы, соответственно. Даже не все пользователи, в общем, MacOS знают об этой замечательной функции. И уж особенно мало, когда это знают те, кому там, не знаю, дали потестировать ноутбук, какой-нибудь MacBook Pro. Он с ним походил неделю, ничего там не разбирался, не смотрел, особо не использовал. Потом пишут, что это просто дорогая игрушка, не пойми для кого. Зато железная. Но это бред. Здесь вот есть, соответственно, активные углы. И мы здесь можем выбрать, вот, соответственно, углы, вот как они есть, да. Вот каждому углу. Можно выбрать, допустим, Mission Control, Control, окна программы, рабочий стол, дэшбот, лаунчпэд, перевод режима, монитор в режим сна, вот, или же просто ничего не делать. Таким вот образом настраиваем, соответственно. Здесь не надо ничего сохранять, достаточно нажать ОК. То есть не как там в Windows или в других каких-нибудь операционных системах, где надо сто раз подтвердить. Вот вы, собственно, задали значение, задали значение, и на этом все закончено. Нажимаем ОК, все, можем, соответственно, использовать активные углы. Насколько это удобно? Ну, например, чтобы в Windows быстро перейти к рабочему столу, если у вас запущено, там, не знаю, 100 разных программ и куча окон, там есть такое замечательное сочетание, как WinD, насколько я помню. Вот здесь, соответственно, вы можете делать это, просто сдвинув курсор и использовать эту замечательную функцию. Это первое, о чем я хотел сказать. Второе, о чем я хотел сказать, это блок питания и MagSafe. То есть у ноутбуков Apple все немножко по-другому, чем у ноутбуков, например, на базе Windows. Ну, вот это вот Sony WildT. Здесь обычный вход для блока питания. То есть вот нужно его сюда вставить. Вытащить потом. Соответственно, представьте себе ситуацию, когда у вас вот так вот вставлен блок питания, кабель вот этот весь развернут, да, и вы вот пытаетесь там выдернуть. То есть, ну, нужно приложить усилия, чтобы это сделать. И если у вас ноутбук находится, например, на столе где-нибудь, то вполне может кончиться тем, что у вас вся эта конструкция, ну вот, это я вот так вот дергаю непринужденно, я тащу за собой ноутбук. Вот, пожалуйста, к чему это может привести. У ноутбуков Apple у всех немножко другая конструкция, идеология. Вообще блок питания это очень продуманная вещь. Она продуманная во многих смыслах. Ну, вот, начиная от того, что здесь, соответственно, съемная вилка. Можно легко использовать вилку другую, присобачить. Вот такую, например, да. Вот, мало того, это вот как бы основной модуль, да. То есть это короткий модуль для того, чтобы мы могли взять его с собой в кафе. В блок питания есть вот такие вот замечательные штучки. Я, правда, ими не пользуюсь для того, чтобы сматывать кабель. Это вот просто блок питания. Мало того, здесь немножко по-другому организован сам вот разъем. Он магнитный, то есть вот с характерным звуком. Все это дело прищелкивается сюда. Вам не надо там, не знаю, даже что-то пытаться особо подать. Вот, раз, и вы попали. Очень редко бывает, что нужно поправить эту штуку. Но в любом случае, даже если у вас ноутбук стоит на столе, вы дернули кабель, то вы его просто не сдвинете. Кроме того, вот это вот, вот это вот. Получается, соответственно, когда вы сматываете всю вот эту штуку, то у вас получается компактная, удобная конструкция для того, чтобы носить ее, например, там в каком-то кармашке сумки. Вот мы смотали. Смотали, смотали, смотали. Кинули куда-то там, не знаю куда, с собой и понесли. Вот, можно даже, по идее, в карман-куртки положить, взять с собой ноутбук из машины и пойти себе в кафе работать. Если же вам нужно организовать рабочее место где-нибудь в кабинете, и вам такой вот длины не хватает, вот длины вот этой вот, то в комплекте с каждым ноутбуком поставляется вот такой вот огромный, ну, длинный, сколько, я не знаю, метра два, наверное, переходник. Это вот вилка, соответственно, обычно в поставке для русских ноутбуков идет русская вилка. У меня здесь немножко она иная, но это не должно вас пугать. В любом случае, для России это вилка русская. И вы в тот же переходник, где была вилка, вставляете вот эту вот насадку, и у вас получается блок питания удлинен. Когда не нужно, вы убираете это, соответственно, все дело, и берете, просто ставите сюда вилку, используете блок питания так. Теперь давайте посмотрим, как это сделано у замечательной компании Sony, да и у других производителей. Ну, кроме Dell, может быть, по-моему, на моей памяти. Вот есть блок питания. Вот он. Метра два, наверное. В кафе, понятно, это уже не нужно. Так мало того, что вот этот вот блок питания, да, есть, так у нас еще есть дополнительный вот этот участок. И от него никуда не деться. Вы должны его вставить, соответственно, сюда вот в блок питания. И вся вот эта вот штука, вся вот эта вот штука получается огромной длины. Вы ее вряд ли положите в карман, потому что даже если сматывать более-менее компактно, у вас получается вот такая вот фигня полная. Да, никаких вам рожек, никаких магнитов. Вот-вот-вот она. Мало того, это все нужно, например, вот для такого вот ноутбука. То есть 11 дюймов это вариант вообще для работы где-нибудь в кафе, в поездках, в путешествиях и так далее. Ну, это вот, скажем так, пусть будет первый ролик, почему я люблю Apple и почему я давно пользуюсь этими продуктами. Я думаю, в следующий раз я вам придумаю, о чем еще рассказать таком особом.